Не сможет. Да не сможет он этого сделать никогда. Но в качестве диагностики он может дать очень хороший материал для того, чтобы его использовать при дальнейшей работе, при внедрении каких-то улучшений. Здесь два аспекта, в которых можно рассматривать тайм-менеджмент. Это как средство лечения, либо как средство диагностики. И если мы говорим о поиске резервов времени, то это скорее диагностическая функция. Провести МРТ, сделать рентген, просветить на свой день, свое время на предмет потери утечек, выявить вот эти узкие места, через которые происходит утечка времени. Вот это тайм-менеджмент очень хорошо может сделать. А дальше нужно смотреть. Если это организационная проблема, связанная именно с организацией времени, с организацией нашей работы, то вполне возможно какие-то из инструментов тайм-менеджмента помогут. А возможно нам придется привлекать и другие. И, кстати, о болях. Кстати, о болях. Я вас попрошу сейчас ответить на первый наш вопрос. На что вам не хватает времени? Вопрос я сейчас запущу. И, пожалуйста, я вас попрошу ответить как можно быстрее и как можно больше количества участников принять в этом участии. Дальше у нас будет еще два опроса. И потом в конце я вам некоторый результат скажу. Так, опрос я запускаю. Посмотрите, пожалуйста, появилось ли. Если появилось, то можно отвечать. Долго не думайте, просто просмотрите быстренько. И здесь, самое главное, один вариант ответа. Только один. То есть выберите самую больную боль, самую болящую боль. Ой, самое первое я прям даже увидела. Запомните отчеты, заявки, прочие бумаги. Открою вам страшную тайну. Для меня это сейчас тоже очень колоссальная боль. Рутина, конец учебного года, подведение итогов, отчеты, конкурсные переизбрания. Это ужас. Это публикационная активность. Кафедры. РПД. Ага. Со мной связано с написанием. Так, ну что, коллеги, еще пару-труйку секунд на то, чтобы ответить на вопрос. Да, свой ответ надо посмотреть, по-моему, там тоже можно вводить. Если что-то не подпадает. То можно ввести свой ответ. Так, пока у нас лидирует бумаготворчество. Ага, и написание. Добрый день, Алла Сергеевна. Присоединяйтесь. Присоединяйтесь к нашему вопросу. Выспаться. Да. Домашние дела, это наверняка, отвечали преподаватели. Больной момент. Заморозитие. Вот интересно, интересно, что, да, большинство болей связано с бумагой, да, отдыхом, выспаться отдыхом, да. А вот подготовка к занятиям, разработка онлайн-курсов, да, каких-то, может быть, онлайн-тестов, модулей и прочего, творчество. У нас как-то, видимо, все в порядке. На это время у нас хватает. Итак, рутина, отдых и повышение собственной квалификации, собственного развития. Ну что, коллеги, спасибо. Так, опрос останавливаем. Только будет большая просьба. Запомните, пожалуйста, вот тот результат, вот этот результат, который вы выбрали сами, сами уже для себя, боитесь забыть, запишите. Он вам еще понадобится в конце. Итак, я опрос останавливаю. Ага. Ну, будем считать, что все уже ответили, кто хотел. Так, опрос остановили. И идем дальше. Итак, тайм-менеджмент все боли вылечить не может. Но как средство диагностики, вот эти узкие места, через которые происходят потери, утечки нашего времени, он нам может показать. А куда и как уходит наше время? Вот изнутри дня мы можем даже не увидеть, что его съели поглотители времени, или как их называют в тайм-менеджменте. И древние греки их впервые так назвали, хронофаги. Хронос-время, а фаги-поглотители. Ну, вот типичный распорядок дня в офисе. Конечно, с чувством юмора написанное и сделанное, но иногда он соответствует реальности и действительности. Имитация бурной деятельности точно так же отнимает у нас силы и время. Мы теряем энергию. Мы точно так же устаем к завершению нашего дня. Да, но вопрос результат. А результат сегодняшнего дня какой? Вот если на него у нас нет ответа, это первый признак, что у нас беда. Что время у нас куда-то исчезает, время у нас испаряется. Где и как мы его теряем? Первый шаг в лечении любой боли – это диагностика. В тайм-менеджменте тоже есть такая диагностика расходов времени, ведения хронометража. Вот прямо даже реально сейчас чувствую, как вздрогнули некоторые товарищи по ту сторону экрана. О, боже, хронометраж. Те, кто знаком с тайм-менеджментом. Один из непопулярных инструментов среди пропагандистов и популяризаторов организации времени по двум причинам. Во-первых, он требует некоторых усилий над собой, чтобы его провести раз. Во-вторых, он требует ответственности и честности, признаться в первую очередь перед самим собой. Что не так уж у меня все и прекрасно. А это требует смелости. Но это один, наверное, из самых качественных инструментов тайм-менеджмента, техник, которая дает нам точные, объективные цифры и показатели, как расходуется наше время. Иногда я понимаю, с чем связан еще один страх ведения хронометража. Вот сейчас, особенно это в корпоративной среде встречается. Вот сейчас мы это проведем и нас всех поувольняют. Ни в коем случае его нельзя использовать как такое средство наказания. Для себя личный хронометраж мы проводим в более упрощенном формате, нежели при внедрении тайм-менеджерских проектов в компаниях. Его задача только одна. Измерить наши расходы времени. Показать, куда, сколько и почему уходит. Вот основная задача этого инструмента. Это такой чек, знаете, как чек из магазина времени. Мы когда приходим в магазин, у нас есть, особенно сейчас карточками, любим расплачиваться, или есть наличные деньги, и вот мы можем купить себе много чего. Вот мы накупили полную тележку, рассчитались, получили чек, приходим домой. Нам приходит оповещение, что у нас счет обнулился, и мы начинаем проверять, а куда ушли деньги. Вот такой чек из магазина времени, это и есть хронокарта, это и есть результаты проведенного хронометража. Только и всего. Но мы же не впадаем в депрессию, в большую депрессию, от ревизии наших финансовых расходов, мы просто принимаем, нет, ну поругать мы себя, конечно, можем, но мы принимаем решение, как планировать свои финансы дальше. И что делать? А, в магазин буду ходить только с наличкой, карточку не буду брать, иначе опять все по нулям после зарплаты. Мы принимаем решение. Вот для принятия решения нам такой же хронометраж-то как раз и нужен. Не более того. Он показывает, что мы купили за потраченные часы и минуты нашей жизни. И здесь важно соблюдать несколько правил. Есть пять правил ведения хронометража, они здесь у нас представлены на слайде. Сначала просто фиксируем все расходы нашего времени, не проводим никакого анализа, анализ в конце. Выбираем удобный носитель для фиксации, чтобы всегда был под рукой. Никаких революций не устраиваем. Вот в этом прелесть этого инструмента. Мы просто наблюдаем и фиксируем. И фокусируемся. Все. Проводится обычно пять, ну по правилам 21 день, но это уже совсем уж, совсем серьезно. Если уж совсем беда. А так достаточно трех-пяти дней. Со студентами мы проводили в течение трех дней. Этого вполне достаточно для того, чтобы сделать определенные выводы или выявить основные проблемы. Опять же, без фанатизма. Не надо слишком уж здесь впадать в трагедию и вести 21 день хронометраж. Хотя по-хорошему-то да. И обязательно должно быть позитивное подкрепление. Как только начинаются улучшения, ну наградите себя, любите себя, наградите себя чем-то, пусть небольшим, но приятным. Это необходимо при правильном использовании вот этой техники. Что он нам дает? Информацию о количестве и качестве использования времени. Цель ведения хронометража – это не выигрыш в десятые доли секунды, а не буду теперь пользоваться лифтом, потому что его приходится ждать, буду бегать на 120-й этаж пешком. Но если ради здоровья, то, конечно, пожалуйста. А так в ущерб своему эмоциональному, энергетическому и физическому состоянию да не надо, а с чего не стоит этого делать. То есть наша цель – это не выиграть десятые доли секунды, а просто увидеть, где у нас большие потери времени, то есть без фанатизма. И важно помнить, что у нас есть три вида расходов времени. Это эффективно потраченное, это нейтральные расходы, необходимые для обеспечения жизнедеятельности, и те лишние расходы, вот, собственно говоря, те черные дыры, в которые наше время и вытекает. Еще один важный момент – при ведении хронометража отмечать свое состояние эмоциональное и физическое во время выполнения определенных действий. Вот это я увидела впервые у Стива Павлина было в его опыте ведения хронометража и контроля расходов времени. Вещь, попробовали мы со студентами, да, вещь очень ценная. В одно и то же действие, в одно и то же время, но в разном состоянии, мы можем выполнять по-разному. Поэтому это тоже ценная информация для дальнейшего планирования. Что я в состоянии делать в том или ином эмоциональном или физическом состоянии, а что лучше, к чему лучше вообще не прикасаться. И для распределения своей рабочей эмоциональной нагрузки, рабочей учебной нагрузки, вот эта информация очень цена. И последнее, что позволяет нам ведение хронометража выявить, это воры времени или хронофаги. Три этапа, получили мы эти данные, что делать с нами дальше. А вот дальше мы уже их анализируем и вырабатываем меры, как вот эти воры времени из своего дня исключить. То есть это такая проектно-аналитическая, исследовательско-аналитическая, наверное, работа и деятельность. Вот эта техника, она такая немножко серьезная, наверное. Поэтому чаще всего ее и не рекламируют так широко, как какие-то более простые, легкие, удобные инструменты. Хотя я не могу сказать, что он неудобен. Да, там где два притопа, три прихлопа, заряди помидор на 25 минут и будет тебе счастье по жизни. Да нет. Заводить-то помидорная техника, таймер в виде помидора, метод будильника, это все можно применять. Это здорово и хорошо работает. Но только после того, когда мы поняли, куда его применить, с какими потерями времени мы хотим справиться. И вот первые цифры, первые данные нам дают как раз техника хронометража. Я очень подробно на том, как она делается на самом инструменте, сейчас специально не останавливаюсь. Во-первых, это можно найти в многочисленных источниках, и в книгах, и в интернете подробнейшим образом расписывается. Но опять же, мы используем упрощенную технику, не всегда так подробно, как дается в источниках. Но она работает. Я это уже проверяю не первый год. Со студентами разных курсов, начиная от колледжа, заканчивая магистратурой, она работает. Вплоть до некоторых инсайтов у людей, когда приходит вдруг осознание, на что я трачу свою жизнь. И здесь есть несколько тонкостей, которые мы тоже на практике, разбирая хронометражи студентов, я выявила то, о чем не будут писать в интернете, и чаще всего не пишут, и о том, о чем вы не найдете в источниках. Это вот те подводные камни, на которые очень часто мы запинаемся, когда ведем свой хронометраж. Здесь требуется не просто самоанализ, а еще взгляд со стороны. Такая работа может быть в паре. Вот когда мы прорабатываем, проводим анализ, результаты анализа и мер, которые предлагаются в паре со студентами, к сожалению, когда идут поточные занятия, и они не со всеми студентами не всегда имеют такую возможность, но это необходимо делать. Вот тогда эта техника работает в два раза сильнее и лучше. Вот тогда мы действительно можем сделать первый шаг к формированию своей системы тайм-менеджмента и вообще к пониманию, что лечить, как лечить. То есть получаем некий результат диагностики. Ну, точно так же, как в рентген сделали, отдали вам снимки. Ну, вы посмотрели, сказали, о, и чего? Нужно описание. Вот в данном случае мы это описание делаем вместе. Нужен специалист и нужен сам человек. И очень часто именно здесь мы выходим на то, что проблемы-то введения хронометража и проблемы потери времени, они и используют инструменты тайм-менеджмента. Они очень часто носят психологические характеры. Они, ну, как в одном комментарии в обсуждении, мой коллега мне сказал, ну, во многих случаях требуется консультация психотерапевта. Ну, как психотерапевта, я не знаю. А вот такая небольшая коучинг-сессия, наверное, да, индивидуальный разбор вопросов. И таких нюансов, как правильно ввести хронометраж, чтобы не впасть в депрессию, а использовать это именно как инструмент для улучшения качества своей жизни. Как учитывать не только количественные показатели, но и обращать внимание на качество. Ведь одно и то же действие. Вот смотришь в хронометраже одного человека и другого. Для одного это поглотитель времени, а для другого ровно то же действие. Ни в коем случае хронафагом являться не будет. Парадокс. Но это так. Очень много связано со спецификой деятельности, даже с типом личности. Очень много ошибок, которые допускают при определении вот этих проблемных зон расходов времени, подходя к этому чисто формально. Поэтому и появилось, и при подготовке к сегодняшнему вебинару, и осмысляя результаты прошедшего учебного года, я веду эту дисциплину у студентов от колледжа до магистратуры, разные курсы, разные направления. Вот сейчас я вам сейчас кину такую идею, подумайте, пожалуйста, до конца вебинара, будет ли это вам интересно, познакомиться с нюансами, с подводными камнями, с тонкостями, реализации использования инструментов, которые применяются в тайм-менеджменте, тот же самый хронометраж, та же самая хронокарта, научиться определять свои собственные расходы времени и подбирать под них уже необходимые инструменты, выстраивать свою траекторию, свой индивидуальный, знаете, тайм-менеджмент, это инт-пашив, мы свою собственную систему выстраиваем, она будет разной у всех. Интересно ли было бы вам поработать в таком режиме небольшого интенсива, и если да, найти свои скрытые резервы времени, свои проблемные зоны, подобрать для них инструменты и получить первые результаты обретения свободы, не превращение себя в робота, это не задача тайм-менеджмента, напоминаю. Если тема интересна, родилась такая идея небольшого интенсив курса, где большую часть мы будем работать в индивидуальном все-таки режиме, индивидуальной консультации, индивидуальной встречи, ну и часть в общегрупповом. Если тема интересна, если бы хотелось более подробно узнать и поучаствовать, исправиться и найти свои собственные резервы времени, не натыкаясь и обходя эти подводные камни, пожалуйста, в чате у нас есть вкладочка «Вопросы», вот туда просто напишите свою фамилию, имя и адрес электронной почты. Сразу скажу, это пока на уровне идей. Я сейчас просто смотрю, насколько это интересно, присматриваюсь, ну и те, кто сегодня, стоит ли реализовывать эту идею в реальный курс. И если идея будет интересна, то мы тогда уже подумаем, ну и те, кто отметится во вкладочке «Вопросы», будут иметь преимущество и, возможно, какие-то льготы, так как участвовали в сегодняшнем вебинаре. И еще один вопрос. Я вам хочу предложить, ну заодно сейчас и на вопрос отвечу. И второй вопрос. А сколько времени, часов, ну часы в день вам хотелось бы найти? Да, вот с помощью тех применений техник, инструментов, тайм-менеджмента, вот чего, сколько, сколько вам для счастья не хватает? И пока отвечаем, Горбунов Олег Васильевич, какой будет сухой остаток? Олег Васильевич, сухой остаток, нет, ничего, меня можно называть и так, и сяк, и по-всякому. Ничего страшного, Олег Васильевич. Вопрос, сухой остаток чего? Сегодняшнего вебинара или того интенсива, который замышляется? Что вас больше интересует? Остатковые мокрые. А, Олег Васильевич, от индивидуального. Во-первых, мы научимся использовать правильные инструменты тайм-менеджмента, во-вторых, мы найдем свои проблемные зоны, свои места и выстроим вот ту индивидуальную систему тайм-менеджмента со своими инструментами, со своими подходами, техниками, то, что подходит именно вам. Да, потому что здесь много нюансов, и то, что хорошо одному, не всегда работает на всех остальных. Здесь нужен именно индивидуальный подход. Это выстраивание своей собственной системы тайм-менеджмента. И в дальнейшем вы сможете уже более целенаправленно выбирать и подбирать уже самостоятельно те инструменты, которые будут подходить вам, потому что мы знаем, как это работает. Например, дорожная карта и первый результат, вот когда мы проводим хронометраж, то уже в ходе интенсивы есть сокращение лишних затрат времени. Со студентами у нас где-то две недели на это уходят, и через две недели я их прошу показать новые результаты, еще раз провести хотя бы хронометраж одного своего дня, уже сокращенный, как это делается, тоже показываю. Где-то вот до часа полутора времени уже находится, свободного времени. А уж на что мы его потратим, это другой вопрос. Ага, спасибо, коллеги. В среднем два-три часа опрос останавливаю и идем с вами дальше. Это вот первая, наверное, боль. Во-первых, ожидание волшебной таблетки, которая вылечит все, которая на самом деле является диагностикой. И второе, насколько правильно и тщательно мы проведем эту диагностику, настолько правильно мы и будем лечить. И дальше, вторая проблема, второй вопрос, с которым мы сталкиваемся. Перенос ответственности. Вот приедет тренер, тренер нам все настроит, поправит, наладит. Придет кто-то, он все сделает, и у нас все заработает. Даст нам эту волшебную таблетку, и все понеслось. Если сами инициативу проявлять не будем, то работать оно, естественно, и не будет. Ответственности берем только на себя. Ну, потому что это связано с нашими собственными целями и ценностями. Нам могут помочь только дать инструменты, научить ими пользоваться и подсказать, помочь, подтолкнуть. Но дальше, что и происходит, в общем-то, на тренингах. А дальше мы уже должны идти сами. И здесь, если говорить о корпоративном тайм-менеджменте, одна боль – это непонимание руководством и неучастие руководства во внедрении этих тайм-менеджерских проектов. Поэтому одно из правил, которые в компании организации времени применяется, внедрение тайм-менеджмента, рыбу лечим с головы. То есть все начинается сначала с верхов. Пока верхи не поймут, не захотят и не начнут использовать сами, внизу это работать не будет. С личным или персональным тайм-менеджментом здесь попроще. Здесь мы, а может быть и сложнее, здесь мы сами себе руководители. Здесь все зависит только от нас. И здесь же есть еще один момент. Тайм-менеджмент и психология – вещи неразлучные. Вот тут я соглашусь с теми, кто говорит, что без психологии тайм-менеджмент работать не будет. Частично да. Если проблемы со временем связаны с организационными аспектами, то да, просто чисто применение технологии, она сработает. Но если многие причины кроются в области нашего восприятия времени, отношения ко времени, наших личностных особенностях, психологических особенностях, то простой перенос каких-то техник и инструментов здесь эффекта существенного может не дать. В этом случае нехватка времени – это только симптом. Но не проблема. Симптом мы боль-то снять можем, но причина-то останется. Например, большая загруженность делами, задачами, работой. Очень часто причина этого такого аврального состояния души лежит в том, что мы неосознанно себя перегружаем из-за страха остаться самим собой. Вот об этом еще, кстати, говорил Антоний Сурожский. Если вспомнить о количестве пустых минут в течение дня, когда мы что-то делаем, единственно потому, что мы страшимся пустоты, страшимся остаться один на один с собой, то обнаружится, что есть множество коротких периодов, которые могли бы принадлежать мам. Одна из причин потерь времени это наши страхи. И нехватка времени, его потери, это только симптомы. А причины очень часто скрываются глубже. Как там профессор Преображенский говорил, разруха у нас где? Да, в головах. И восприятие времени, восприятие скорости течения времени, оно тоже у нас разное. Вот поэтому, Олег Васильевич, я и говорю, индивидуальный подход, и интенсив в формате такого более индивидуального, наверное, индивидуальной работы с каждым. Поэтому большой группы точно не будет разобраться и понять, а как. Один и тот же промежуток времени мы даже воспринимаем по-разному. И от этого тоже будет зависеть, какие инструменты брать, и как применять, и что делать. И первый шаг, кстати, вот на этом пути, один из таких инструментов, где найти время, это научиться стоять в настоящем мгновении. Жить теперешним, сейчасшним моментом. Устояться, как это называется, устояться на настоящее мгновение. Перестать гнаться за временем. И очень часто, да, в общем-то, многие методики, они нас ориентируют на что? Правильно, на результат. А вот в отличие от результата ориентированности, есть еще то, что называется процессориентированность. Ну вот представьте себе, два человека бегут. Один пытается догнать поезд, на котором он опоздал, бежит, чемоданы в стороны, в сумке разрываются, нервы никуда. И второй человек, который на отдыхе просто решил совершить пробежку. Вот вам разница между результата ориентированностью, не во всех случаях, но часто и процесса ориентированности. В первом случае человек не живет в настоящем. Он находится в той ситуации, которая от него уже ушла, вот в том поезде, который уже ушел. Спешка, спешка, суета, а что от этого изменится? Ничего. Но мы продолжаем бежать все равно за этой целью. А другой бежит не для того, чтобы что-то нагнать, а для того, чтобы просто насладиться бегом. Поэтому очень важно уметь отпускать то, что уже ушло, и наслаждаться моментом, который есть. В жизни бывают моменты, когда ощущаешь, что настоящее, оно здесь, прошлое ушло и не вернется невозвратно, и имеет значение лишь в той степени, в какой оно повлияло на настоящее. А будущее не имеет отношения, потому что его еще нет, оно не настало, а может и вообще не настанет. И тогда очень интересно бывает вот это ощущение здесь и сейчас. Уметь наслаждаться процессом. И это тоже, кстати, помогает находить нам резервы времени, ресурсы времени. Есть техники, есть упражнения, и вот это мы тоже будем изучать, и этому тоже можно научиться. Быть здесь. Да, сразу и моментально они не срабатывают. Они требуют от двух до 15 минут в самом начале, когда мы ничего не делаем, а прислушиваемся к себе, расслабляемся, и на протяжении какого-то периода времени, желательно начать с небольшого, 2-3 минуты. Мы просто пытаемся, учимся осознавать себя в настоящем моменте. Я вам могу сказать, что у меня на эту технику ушло где-то месяца 4, на то, чтобы ее полноценно освоить. Первые где-то неделю-две это были занятия с психологами, с преподавателями, на занятиях мы ее осваивали, а затем уже самостоятельно. Только через 4 месяца я действительно начала чувствовать этот момент. Вы знаете, самое потрясающее, ну, самое главное, чтобы в этот момент нас ничего не отвлекало. И самое потрясающее, что это позволяет избавиться в своей повседневной рабочей жизни от спешки и не тратить нервы на переживания, которые тоже могут отбирать в нормальном состоянии эмоциональном и физиологическом мы больше и лучше можем успевать и сделать за более короткий промежуток времени. И самые успешные не те организации, где все бегут и за паркой и синдромом и БД, имитации бурной деятельности, а там, где никто никуда не спешит, но все делается в срок. Есть еще один хороший прием, а если мы все-таки опаздываем, особенно такой способ для опозданий. Кстати, тоже позволяет экономить время и сокращать время опоздания. Если вы куда-то едете и чувствуете, что опаздываете, что мы делаем? Мы периодически постоянно начинаем смотреть на часы, от этого дергаться еще сильнее. Но пока мы сверяемся с нашими часами, мы идем, мы не можем идти так же быстро, как шли бы просто глядя вперед, наслаждаясь процессом, находясь в этом процессе. И если вы будете знать, что вы опаздываете на 3 минуты, на 5, на 7, на 15, что от этого изменится? Вы все равно уже опоздали. Есть хороший такой способ, приемчик, но он работает. Во-первых, выходить сильно заранее, тогда придете вовремя, но если уж опаздываете, то идите так скоро, бодро в своем темпе, как только можете. На часы глядите, только подойдя к двери, как говорится, чтобы знать, какую степень раскаяния должно отражать ваше лицо, когда вам откроют, но не более того. Мелочь действительно позволяет нам, во-первых, не тратить свои силы на переживание стрессов в процессе, наслаждаться процессом. Еще один момент, как не попадать в ловушку времени. Очень часто мы недооцениваем или переоцениваем тот резерв, который у нас имеется. еще один хороший способ расчет количества имеющегося ресурса времени. Вот он делается с помощью такой таблички. Мы переводим в часы, а дальше уже рассчитываем по неким формулам. Сейчас покажу, каким. Сегодня, это вот мы делали со студентами, например, сегодня 1 марта и 27 апреля у нас день X сдача зачета. Сколько дней у нас? Сам период кажется очень большой учетом. Почти 2 месяца. Рассчитываем в днях, сколько осталось. Подсчитали, убрали выходные дни, когда мы точно готовиться к зачету и не будем. Если по субботам и воскресеньям будем готовиться, то мы их оставляем в этом списке. Получилось 42 дня. Переводим в часы. Получилось огромное количество. 1000 8 часов, но за это время подготовиться можно. А вот дальше мы делаем расчет. Мы вычитаем все расходы времени на другие дела и задачи, на другие действия. И в результате у нас остается всего 168 часов. Вот это тот реальный ресурс времени, которым мы можем обладать для подготовки к дню X 27 апреля. У нас нет этих почти двух месяцев. У нас есть максимум неделя. У нас есть всего 168 часов. А соответственно мы и планировать можем только эти 168 часов. Это примерная табличка. Вот почему я говорю про индивидуальный подход. Критерии вот этих 7 строк, они в зависимости от специфики деятельности и от конкретного человека, они конечно же будут меняться. остается принцип. Но мы индивидуально для каждого можем вот такой вот расчет произвести и под определенные проекты научиться считать и пользоваться этой табличкой. И третий шаг, который можно применять для поиска ресурса времени и оптимального его использования это отпад. Отпадная техника. Впервые ее в начале 2000-х предложил Андрей Панфилов и это стало уже такой классикой тайм-менеджментом. Что касается активности и нашей ответственности, зоны ответственности. Применяйте технику отпад и будет вам счастье. Переводится очень просто. Отличная технология постоянства активных действий. правило здесь очень простое. Правильно двигаться к достижению своей цели либо к выполнению задач, выполнению дела, решению задач. Это правильное движение. Оно имеет две составляющие. Направление и скорость. Если направление мы задаем с помощью решения вопросов целеполагания, ориентируя на результат, то не зная направления мы не можем достичь пункта назначения, а не имея скорости мы с места сдвинуться не сможем. Но какой должна быть эта скорость? Быстрый, чтобы не ухудшить возможности, или медленный, чтобы не заносил на поворотах? Все варианты правильные либо размеренные. Правильные здесь все варианты. Так что каждый выбирает для себя ту оптимальную скорость, которая другим может показаться слишком медленной или чересчур быстрой. Но самое главное, чтобы она была комфортной для вас. Как в китайской пословице не будете расти медленно, будете оставаться неизменными. И скорость должна быть плавной. Вот это основное правило, когда мы приступаем к достижению наших целей, к делам и задачам. Опять же, каждый выбирает для себя, будет ли скорость постоянной, либо она будет расти. Но расти она должна плавно. Не должно быть рывков и долгих остановок. Но и при этом она не должна уменьшаться. Вот вспомните, какое состояние у вас бывает в первые несколько дней после отпуска, когда вы выходите опять на работу, особенно если отпуск большой. Вспомнили? даже даже если мы очень свою работу любим, даже если мы с удовольствием выполняем все дела, задачи, которые нам ставятся, но если это не так, то это уже тема не тайм-менеджмента, все равно присутствует некий дискомфорт и приходится прилагать гораздо больше усилий, чтобы войти в обычный ритм работы. Мы из него выбились. Так происходит и со всеми процессами. И стоит только нам притормозить в написании той же статьи в работе с теми же РПД и для разгона до прежнего состояния нам потребуется дополнительное усилие. Поэтому здесь должен быть определенный ритм, постоянный ритм, при этом не перегружая себя, но и не делая больших длительных остановок. Это главная идея технологии отпада. При движении к поставленной цели останавливаться нельзя. вернуться к потерянному ритму гораздо труднее, чем его поддерживать. И для достижения цели необходимо постоянное действие. Пусть по чуть-чуть, пусть понемногу, но двигаться вперед без остановки. То есть маленькими шагами, гомеопатическими, те, которые комфортны именно для вас. Но каждый день и непрерывно. Вспомните бегунов на марафонские дистанции, как они двигаются. Хоть раз видели марафон, с которым после километра полутора быстрого старта и быстрого бега останавливается передохнуть, выпить чашечку чая, но наверное нет. Здесь то же самое. Потом бы снова бежал, и ему пришлось догонять ушедших. Поэтому два правила. это удержание ритма и правила ежедневного шага. И в тайм-менеджменте эта технология это еще использование сочетания инструментов, различных инструментов тайм-менеджмента. Знакомые уже, наверное, всем и все слоны-лягушки, бюджетирование задач, квантование целей, может быть, еще какие-то инструменты, вспомните, техники сможете написать в чат. Это как раз то, что позволяет нам обеспечить ритмичность, постоянство действия, и правильно использовать предыдущую табличку, которую я вам показывала. Мы знаем наш ресурс времени, которым мы обладаем, так правильно его с помощью этих инструментов распределить так, чтобы наше движение было равномерным, чтобы у нас не было скаканий через пролет лестницы или долгих чаепитий на марафонской дистанции. Но подбор этих инструментов опять же нужно осуществлять индивидуально, в зависимости от того, какая задача перед нами стоит, каким ресурсом мы обладаем и наших особенностей, наших уже психологических особенностей. И еще один важный момент, к которому мы сейчас перейдем. Но сначала я посмотрю, так, Олег Васильевич у нас тут активно пишет может не искать, а учиться планировать время. Олег Васильевич, планировать время хорошо на основе найденных резервов, ресурсов, либо тех проблемных мест, которые у нас есть. Знаете, почему? Хронометраж это основа для эффективного планирования. Когда мы говорим даже о трех типах задач, о бюджетировании времени, то, что используется в планировании, они по большей части основаны на результатах хронометража. Он дает колоссальную информацию для того, чтобы этот процесс сделать более удобным и комфортным именно для вас, для того, чтобы более осознанно использовать эти инструменты, понимать, зачем и для чего, для каких целей. А планировать, да, согласна, учиться надо. И есть разные способы планирования. Я, например, сторонник более гибкого подхода, а не жесткого планирования. Терпеть не могу жестких планов. В крайнем случае, алгоритм жестко-гибкого планирования. Как научиться опаздывать? Олег Васильевич, приходите, научу. Если нужно, не вопрос. Есть секреты и для этого. И еще один момент, больше связан с психологией. Завышение важности выполняемой задачи или достигаемой цели. Посмотрите на картинку, мы стоим на доске над 100-метровой пропастью, наверное, над улицей. Ни у кого голова не закружилась. Специально так картиночку уменьшила, чтобы не было эксцессов падения со стула. важный момент, снижайте важность цели. Сейчас скажу криминальную вещь. Снижайте важность цели. Когда мы ставим цель очень для нас значимую, важную и стараемся повысить ее значимость, или я сделаю этот онлайн курс, или я никто, или умри, сделай, или я никогда этим не буду заниматься и так далее. То есть вводим какой-то кнут и пряник, добавляем какой-то кнут. Казалось бы, это должно нас мотивировать сильнее подстегивать, соблюдать сроки, достигать, прилагать усилия. А на деле вы замечали, что очень часто получается все наоборот. Именно этих целей и задач мы начинаем избегать, именно они становятся одним из предметов прокрастинации. Вот это одна из причин прокрастинации. Почему? Мы слишком завысили цену. Мы слишком завысили цену поставленной цели. Жизнь или смерть. Или это просто игра. Вот что мы... Но заметьте, что снижение, понижение важности, это не значит ее обесценивание. Мы снимаем психологические зажимы. Что происходит, когда мы слишком завышаем значимость. Это повышенная нервозность, повышенная дрожь в коленях и трясущиеся руки, паника в душе. В этом состоянии мы можем эффективно действовать и принимать решения. Да, вряд ли. Даже физически это может ощущаться через телесные зажимы. Вот поэтому я здесь и соглашусь с теми товарищами, коллегами, которые говорят, что психология для реализации инструментов тайм-менеджмента, для внедрения тайм-менеджмента, она важна и нужна. Да, все взаимосвязано. И для нас становится так важно добиться этой цели, что эта важность загораживает от нас сам результат. Вспомните первые свидания. Можно так переволноваться, что все пойдет на смарку. Проявляется неуклюжесть, двух слов связать не могу, либо когда мы возлагаем очень большие надежды на какое-то собеседование, первое свидание с работодателем. Если мы вот эта важность закрывает от нас сам результат, если мы слишком уж на нее ориентированы, повысили, получаем совершенно обратное потраченное время, потраченное усилие, потом еще долго будем приходить в себя. Снижайте важность вот эту излишнюю, снимайте эти мышечные зажимы. Простой пример, который у нас был на предыдущем слайде. А вот теперь представьте, что эта тоска лежит на полу. Мы можем по ней бегать туда-обратно, не страшно, там мы не боимся упасть. Что происходит, если ее подняли наверх, на высоту стоэтажного дома, страх упасть придает очень большую значимость и важность достижения цели дойти до конца этой доски, перейти на другую сторону, но он же и приводит к тому, что идти становится очень трудно именно из-за этого страха, и мы действительно можем не дойти. Это тот вопрос, которым тоже предстоит поработать, и нужно работать, если мы хотим использовать свое время эффективно. По поводу рутины, в первом опросе, я помню, нас отмечали очень много было, на что требуется время, на что требуется время, мест нехватки, для чего бы мы хотели использовать наше время, на что его не хватает, у нас там было много связано с бумаготворчеством, с бумажной работой, с этой рутинной писанины, можно ли от нее избавиться, и можно ли, раз уж она неизбежна, у нас все равно встает, сократить на нее затраты времени. Да, можно, например, недавно готовясь к аккредитации, у меня было какое-то немыслимое количество РПД, фосов, косов, комплектов заданий, которые постоянно приходилось переписывать под внезапно и часто изменяющиеся шаблоны и требования. И здесь невозможно отказаться, это рабочая задача, ее не на кого было делегировать, приходилось, ну что могла, то делегировала, но силы коллеги тоже не безграничны. Большой кусок остался. Единственный способ с ним справиться, это оптимизировать сам процесс. Сначала я это попробовала сделать в ручном формате, особенно когда большие потери времени, я посмотрела, вот опять же, Олег Васильевич, проведение хронометража, провела хронометраж именно процессом написания РПД и увидела те зоны, на которые у меня уходило большое количество времени. Больше всего времени меня пропадало на оформление таблет, связанных с компетенциями, когда расписываем по знаниям, умениям, владениям, потом это все по трех уровням, а потом это еще все эти аббревиатуры надо отразить в вопросах тестовых вопросов к промежуточной аттестации, а их минимум 75 штук. Вот на эти казалось бы формальные вещи выходило колоссальное количество времени, где-то, а еще надо все выверить, чтобы это же аккредитация, чтобы ошибок не было, стыдно с грубыми ошибками. И уходило где-то, если программа разрабатывалась это 8-9 часов, но это на разработку, на актуализацию и переделку уже существующих программ, опять же, сверяться с фосами, ну, все знаем эту гибельную работу, уходило где-то порядка двух-трех часов, но зависело еще от того, веду ли я эту дисциплину или это дисциплина коллеги, которые я в принципе знаю, но не знаю хуже, не вела ее. И я придумала свою систему, я попыталась это все систематизировать, оптимизировать именно сам процесс. Вот здесь тайм-менеджмент мне очень здорово помог. Выигрыш во времени у меня получился до полутора часов с каждой разрабатываемой РПД и до двух часов с каждой актуализацией. Сначала я это сделала в ручном формате. Я могу сказать, какими инструментами я пользовалась. Тетрадочка, три стикера, вот так они у меня сейчас до сих пор и остались. Потом это переместилось еще, дополнилось двумя файликами, а потом мы решили это все автоматизировать. Автоматизация вот этих рутинных процессов, которые забирали самое большее количество времени. И сейчас над этим вопросом мы работаем совместно. Нашлись разработчики, которые взялись за решение этой задачи. Я надеюсь, что она будет благополучно решена. Могу даже назвать компанию не в рекламных целях. Потому что результаты будем представлять, наверное, что автоматизировать. А вот эту работу по актуализации тех же РПД, фосов, когда нужно расставлять аббревиатуры, разносить расписанные знания, умения, владения из одной таблички еще по десятку и не запутаться еще самому в этом. Там целая история. Но те, кто пишет РПД, те в курсе, как это делается. И вот мы нашли разработчиков, с которыми мы эту историю сейчас автоматизируем. И надеюсь, что результат будет. Результат будет. Будет неплохим. Надеюсь, что сократим еще. С полутора-двух часов. Вот они, кстати, вот эти полтора-два часа, это то время, которого мне так не хватало. Помните, вы писали, сколько времени нам нужно полтора-два часа, если учесть вот эту рутину бумажной работы. Вот да, можно, можно сделать. Как это делается? Ну, это отдельная техника, поделиться тоже смогу, но не сегодня, это отдельная уже история у нас, отдельная тема. И последний момент, когда говорят, что тайм-менеджмент не подходит для людей творческих. когда инструменты да, согласно, согласно, не подходит. Олег Васильевич, ха-ха-ха, это к чему ты относилась, к тому, что тайм-менеджмент для творческих людей не подходит или к предыдущей теме про автоматизацию? Да, это что, для творческих людей? Ага, хорошо, подходит. Ага, про творчество. Да, что вы, да что вы, Олег Васильевич, какое там творчество тайм-менеджмент, две вещи не совместны. Нужен определенный подход. Основная ошибка, это когда мы инструменты, рассчитанные на рационалов, начинаем применять к людям творческим, которые в большей степени иррациональны. Вот здесь есть хорошая техника, которую мы используем для определения, ну хотя бы в первом приближении, какие инструменты подойдут и из каких тем тайм-менеджмента направлений эти инструменты подтягивать. В основе лежит классификация MBTI, Майерс-Брикс. Да, да, есть пересечение с оционикой, но глубоко не лезем. Для нас важно несколько параметров, один из которых это рационал или иррационал и еще там есть несколько критериев, которые мы учитываем. И в зависимости от этого уже выбираются те инструменты или те области направлений тайм-менеджмента, инструментов, которые подойдут конкретному данному человеку. Для людей творческих, которые планируют применять тайм-менеджмент, но не применяли или что-то не работает. Можно попробовать несколько таких приемов из так называемого спонтанного тайм-менеджмента. Меньше жесткости, больше гибкости и больше оперативности. Первое, что следует учитывать, работа в своем ритме. Определите свою ритмичность. Даже для той же техники отпад, у каждого будет свой ритм, свои пики и падения активности в течение месяца, недели и даже дня. И, соответственно, планирование выстраиваем с учетом этих ритмов. Что ставить, какие задачи или отдых на момент испада, что на момент на пике подъема и, самое главное, выдерживать темп. Вот, кстати, Олег Васильевич про хронометраж. очень хорошо помогает в определении этих ритмов, своих суточных ритмов. Провести хронометраж, а потом использовать эти данные для определения своих, именно своих собственных пиков подъема и спада. Да, есть миллион тестов. Вы сова, жаворнок, кто там еще, голубь, нет, я сурок, я все время хочу спать. Ну, это усредненное, это общее, может и не иметь отношения к вам. Либо ваши периоды подъема и спадов могут не совпадать с теми, которые предлагаются. Поэтому хронометраж это, кстати, хорошее дополнение, проверить результаты теста раз, а во-вторых, выявить именно свои собственные вот эти периоды спада и подъема. Второй прием, который рекомендуется использовать. Планируйте гибко и оставляйте зеленые зоны. Используйте планирование трех типов задач. Жесткие, которые у нас жестко привязаны ко времени, гибкие, которые зависят от условий в течение дней, я их могу выполнить в любое время. Есть алгоритм жестко-гибкого планирования, найти можно, как использовать, посмотреть, тоже техника достаточно широко известна. но работающая. И самое главное, используйте контексты. То есть задачи, привязанные к условиям, но не ограничивающиеся рамками одного дня. Их тоже можно планировать. Есть техника контекстного планирования, которая позволяет нам это сделать. И самое главное, оставляйте между задачами зеленые зоны, иначе у вас слетит одна задача, посыпется весь красивый план. Вот как раз к вопросу о правильности планирования своего времени. Зеленые зоны нам необходимы, и не бойтесь их делать. Почему-то существует такое всеобщее, наверное, желание, как можно больше записать задачи в тот же ежедневник, когда начинаем заниматься планированием, в календарь вставить, забить свой день, и о, какой у меня плотный график. Это не достоинство, как говорил Дантин, недостаток планирования. У вас нет пространства для маневров, у вас нет пространства для гибкого изменения ситуации, а она в течение дня может меняться кардинально по несколько раз, а вы не можете, как у трамвая на рельсах, встали и все, сдвинуться не можем. Поэтому обязательно зеленые зоны между задачами. Раньше рекомендовалось 30 минут, но если нет такой возможности, хотя бы минут 15, что если у вас сдвинется одна или две задачи, но не рухнет весь план. Чем больше зеленых зон, тем легче вам дышать в течение рабочего дня. Еще один способ, это тоже для повышения своей гибкости планирования. автофокус. Еще один способ работы с делами и задачами. Автофокус. Составьте такой прием, как выбрать то, с чего стоит начинать и что следует делать. Здесь нет подхода для гибких задач, не привязанных ко времени. Составляем список и сканируем строчки, сканируем их взглядом. За что зацепились, почувствовали интерес, о, вот это интересно, есть желание этим заняться, вот это сейчас и делаем. Полностью спонтанное планирование выполнения задач. Сделали полностью, вычеркнули. Если не полностью, не вычеркиваем. Следующий заход, следующая задача, смотрим, будем ли мы ей продолжаться, либо берем другую, ну и до тех пор, пока список не закончится. А недовыполненку выделяем цветом. Потом есть возможность проанализировать, почему мы откладывали эти задачи. И список дел плей-офф. Составляем список дел, нумеруем их, потом сравниваем, можно нумеровать, можно, просто маркированный список. Сравниваем попарно, такая игра на выбывание. Из каждой пары выбираем самое главное, его оставляем, потом сравниваем их до тех пор, пока у нас не останется три победителя. Вот оставшиеся три задачи. Это то, с чего мы и начинаем в первую очередь, и за что мы принимаемся. Ну, такой спортивный, наверное, прием для выбора, с чего начать. Это, кстати, перекликается с правилом Кевина на Лере, называется правило трех желтых стикеров. Вот эти же три победителя можно выписать на желтые стикеры, это те задачи, с которых я начну свой день, пока их не выполню, ни за что другое, приниматься не буду. Кстати, применила недавно этот прием, когда пришлось работать на двух проектах, администрировать сайт, писать параллельно четыре статьи, готовиться к вебинарам, еще плюс аудиторные занятия с меня никто не снимал. Ну и РПД, естественно, это святое. Ну вот, три желтых стикера, пока попробовала применить это правило, а знаете, хорошо работает. Самое главное, что я в этот день все успела, но сам, потому что был совершенно другой настрой. Самое главное, я сделала вот эти три желтых стикера, это не представляете, какой эмоциональный подъем на весь день. Ну и еще один способ, это такая своеобразная напоминалка о целях, называется Дарума, мотиватор, способ контроля выполнения дел и задач. Да, напоминалка о наших желаниях, которые мы еще не достигли. Дарума это по имени в одной версии буддийского монаха, в другой индийского принца, который славился в древности своей высокой самодисциплины и положительным отношением к жизни. И вот эта кукла Дарума прекрасный помощник нам, когда мы хотим добиться результатов. Ее можно сделать зрячее, она можно сделать и самим, можно нарисовать. Я вот видела, когда используют этот прием, просто рисуют в ежедневнике значки в виде смайликов можно. Она продается с пустыми глазницами. Ее нужно сделать зрячее. Сначала в одном глазу, когда мы сформулировали свою цель, дело, приступили к его, сделали первые шаги, к его исполнили, рисуется один зрачок. А вот второй глаз дорисовывается, когда это цель, желание, дело будут выполнены или достигнуты. Слепой глаз будет постоянно напоминать, что вы еще не добились своего и подталкивать к действию, а уже зрячий глаз напоминать вам, во-первых, о том, что вы уже сделали первый шаг, а во-вторых, дорома ждет и наблюдает за вами. И что делать, если цель оказалась недостигнутой? Вот тогда используется такой ритуал сжигания дорома. Кукла сжигается либо уничтожается, но это не значит, что владелец отказался от цели, это означает, что он ищет новые способы и пути ее реализации. И тогда он берет другую куклу, и это уже напоминание о другой цели, либо о цели с изменениями, с измененным планом. И ставится на самое видное место, так, чтобы она нам всегда напоминала о том, что чего мы еще не достигли. Кстати, в ежедневном планировании это тоже можно использовать для отмечения недовыполненных дел и задач. третий такой момент, о котором мы сегодня говорили, про поиск ресурсов времени, мы говорили про планирование, говорили про контроль цели, да, и самый важный, наверное, момент это отдых. Сейчас вам скажу один лайфхак, который мне очень здорово помог. Это последний лайфхак на сегодня, еще у нас будет один последний опрос, и на этом мы с вами завершим. Я попробовала такой прием, который называется планирование от обратного. Да, и у меня тоже бывают авралы, и у меня тоже бывают сложно загруженные периоды времени, когда времени перестает хватать на отдых в первую очередь. Вот тогда я попробовала этот прием, когда я почувствовала, что мне не хватает времени на восстановление тонуса и нормального работоспособного состояния. Планировать от обратного. Не хватает времени на отдых, сначала спланировать время на отдых в своем плане на день, неделю или месяц, а вокруг него уже выстраиваю канву тех дел и задач, которые мне необходимо выполнить, но в соответствии с приоритетами. Но время отдыха при этом для меня остается неприкосновенным. Прием, который сработал реально, во-первых, понизил, вот после этого, когда я поняла, что мое время на отдых не окажется прикосновенным, а рутина будет его отнимать. И родилась идея, это подтолкнуло меня к оптимизации рутины на написание бумажных дел, с дальнейшей его автоматизацией. И реально сейчас у меня где-то два-два с половиной часа в день на отдых я выделяю в обязательном порядке. Знаете, самый интересный эффект стало легче работать раз, во-вторых, мир не рухнул, катастрофы не произошло, вселенная не перевернулась и ни один проект не рассыпался и не погиб, времени оказывалось на все хватает. Видимо, за счет того, что происходит восстановление своих сил и на выполнение своих дел и задач сил уже хватает. Нет вот этой загнанности, ощущения загнанности. Поэтому, кстати, прием очень хороший. Не обязательно выделять 4 часа на отдых, хотя бы час-полтора, а вокруг него уже планировать все остальные дела. И, коллеги, последний опрос вот такой небольшой лайфхак я с вами поделилась. Штука работающая. И последний опрос, который я вас попрошу сейчас быстро ответить. Здесь тоже только один вариант ответа. Запомните, пожалуйста, его. А на что вы потратите найденный резерв времени? Вот нашли мы скрытый ресурс. Начали необходимый для нас кому-то полтора, кому-то два, три, четыре часа. На что вы его потратите? Вот прямо сейчас в форме опроса просто быстренько поставьте, отметьте нужный вам вариант. Олег Васильевич, как отдыхаете два, три часа используя правила короткого отдыха. Три правила. Ритмичность, то есть я эти два-три часа иногда не беру подряд, а разбиваю на промежутки, особенно когда стоит большой пул задачи, я понимаю, что сегодня у меня три часа подряд не получится и два часа. Внутри это уже слишком хорошо, где-то обычно порядка двух часов. Короткие промежутки, то есть ритмичность, то самое правило, оно касается не только работы, но и отдыха, плюс максимальное переключение, у меня есть свои короткие сценарии отдыха, и максимальная смена контекста, то есть изменение физического положения. Несколько пунктов. Владимир Евгеньевич, да, да. Вот Олег Васильевич, примерно как-то так. Хотя иногда следует и буддийская мудрость, если хочется есть, ешь, если хочется спать, спишь, если хочется идти, иди, но вот в это определенное время. Что сейчас больше всего просит мой организм? Прислушиваться к себе. А без этого никак. А вот для всего остального есть инструменты тайм-менеджмента, и планирование, и распределение времени, и хронометражи, и слоны, и лягушки, и контекстные задачи, и все остальное. Но если не будет нашего физического ресурса, мы не будем в тонусе, то вряд ли нам это поможет. А если много чего хочется? Владимир Евгеньевич, это к чем? Это к опросу или к нашей беседе? Так, по опросу. А, к беседе. Как там у нас игра на плей-офф? Проведите попарное сравнение, выберите то, чего больше из того, что много чего хочется, чего хочется больше всего на данный момент, и начните с него. Таймэншмент в действии. Так, коллеги, спасибо. Так, на первое место у нас выходит здесь опа, собственное обучение, отдых, творчество, и написание бумаг куда-то, куда-то у нас уменьшилось. Так, сейчас я посмотрю, еще у нас есть 24 часа резерва нет. Олег Васильевич есть, отвечая на ваш вопрос. Резерв, резерв есть, найти можно. Если бы вы знали, как мне не хватало еще хотя бы 32 часов в сутки, и я думала, что у меня нет никаких резервов, тем более уже времени на отдых. Слушайте, удивительно, но оказалось, что оно есть. Оказалось, что оно есть. А вот теперь, коллеги, спасибо большое за ответы на вопросы. Так, еще кто-то отвечает, но я сейчас вопрос уже остановлю. Время у нас подходит к завершению. А вот теперь, коллеги, сделаем последний шаг в нашем сегодняшнем дне. Вспомните, с чего мы с вами начали. Первый опрос, на что бы я потратил, на что мне не хватает времени. Помните, вы выдвигали свои предположения, я еще просила вас их запомнить. Потом мы с вами определили, сколько времени нам на вот это вот хотелось бы найти. А вот теперь сравните. И в третьем опросе я вас попросила, на что вы потратите появившийся резерв времени. А вот теперь вспомните, ваш первый ответ на первый опрос и то, что вы ответили в самом конце. Оно совпало? Вы написали, что вам не хватает времени на написание РПД, бумага творчества, отчеты, заявки и прочее. А в последнем опросе вы указали то же самое? Или вы написали, что найденный резерв времени вы потратите на общение с близкими? Или на отдых? Или на саморазвитие? Это первый шаг в области поисков резервов времени совпало или нет? Если можно, поделитесь пожалуйста в чате. Не обязательно писать словами, можно просто поставить плюсик, если совпало, и минус, если не совпало. Олег Васильевич согласна, то, что нам отмерено увеличить или уменьшить нельзя, другой вопрос, можно сократить потерю этого. Ресурс времени это одна из его характеристик, он ограничен, отмерен, часа в сутки и не более того. Но вот здесь скорее речь идет не о количестве, а о качестве времени. А вот его количество во многом зависит, кстати, от того, как мы это воспринимаем. Для кого-то в один день умещается 10 лет жизни, а у другого 10 лет жизни схлопываются в один день. Ага. Так, совпало, Владимир Евгеньевич, вот те, у кого не совпало, посмотрите, обратите, может быть, постеснялись, те, кто совпало, поздравляю, отлично, все, можно переходить к следующему этапу, это подбор уже техник и инструментов своего индивидуального тайм-менеджмента. А вот если не совпало, то обратите, пожалуйста, внимание, что является истинной целью и истинным желанием, на что вы собираетесь потратить вот эти скрытые резервы времени, когда вы их найдете. Не совпадений быть не должно, нужно вот то самое, ваши личные цели и ценности. То, что мы предполагаем и то, что мы хотим на самом деле, одно и то же, то, что мы декларируем и то, что мы хотим, либо здесь есть различия. И коллеги, я вас благодарю за сегодняшнее участие в нашем вебинаре, наших активных участников, за такую беседу, очень продуктивную наверное в нашем чате, активную. Всем большое спасибо, еще раз напоминаю, если тема интересна и хотелось бы поподробнее узнать о всех нюансах вот этих техник, методик, которые мы сегодня затронули, но не рассмотрели, пожалуйста, пишите во вкладку вопросы. Можно оставить свои координаты, просто тогда сделаем вам рассылку, когда эта тема будет готова. Всем большое спасибо, Олег Васильевич, вам спасибо большое, красиво, живо, откровенно. да, не первый год тайм-энджментом занимаюсь, вещь, вещь такая, вещь, вещь интересная, поэтому хочется рассказывать о том, с чем, с чем самое имеешь дело и делиться тем, что уже наработано как на собственном опыте, а не то, что можно прочитать в книгах. Спасибо большое всем участникам, какое-то время я еще здесь побуду, пока в чате, Олег Васильевич, Васильевич, защитить троить наличность, ой, пошел вход Амар Хаям, обожаю Хаяма, спасибо большое, Олег Васильевич, не взять займы, не спросятся, да, есть работу вынужден делать, а есть работа, которой ты бы хотел заниматься, Ох, Владимир Евгеньевич, вот если бы если заниматься тем делом, которым хотелось бы заниматься, да, найди то дело, которым тебе хотелось бы заниматься, тогда ни одного дня в своей жизни ты работать не будешь. Кстати, даже в самой рутиной и неинтересной работе можно находить очень полезные и нужные для собственного опыта вещи. вот это, во-первых, повышает мотивацию найти ценность повседневности, да, а во-вторых, исчезает вот это ощущение галерности, так, на работу, как на галеры. Если не получается найти, но тогда приходится задумываться о том, чтобы что-то поменять в своей жизни. Итак, коллеги, всем спасибо, я с вами на сегодняшний день прощаюсь, да, я здесь и я это завершающее слово сейчас скажу. Дорогие друзья, давайте Татьяну поблагодарим за сегодняшний вебинар. Я надеюсь, что после него у вас будет больше времени. Вот, вас я призываю прийти на новые вебинары Директ Академии. У нас будет еще до конца нашего учебного года много вебинаров и я надеюсь, что они будут для вас интересны. Вас я тоже благодарю за активное участие в вебинаре. Пока!